Поаплодируем. Раз, раз, раз. Всем привет. В общем, да. Собственно, я сегодня хочу поговорить о времени и таймзонах. Такая штука прикольная. Вроде бы в этом нет ничего такого сакрального, все очень понятно. Есть время, есть дата. Но разговаривая в барах о том, какие проблемы ребята испытывают, разработчики, оказалось, что это достаточно такая сакральная вещь. Сегодня хочется об этом поговорить. Но прежде давайте с вами немножко познакомимся. Собственно, я Глеб. Я с 2003 года занимаюсь разработкой за деньги. Также я сейчас технический директор в Skillbox Holdings. Ранее я 9 лет отгалерил в собственной компании. Был там CTO. Откуда сейчас успешно ушел во всех смыслах. Также я, собственно, да, руковожу правовым комитетом этой конференции. Собственно, мы с ребятами целый год работаем над тем, чтобы у нас была хорошая и интересная программа и подготовленные спикеры. Ну и также последний год я завелся телерам-канал. Пишу там всякие мысли свои разные. Если интересно, приходите спорить и так далее. Собственно, время. Когда мы делаем какой-то небольшой проект, вот именно небольшой, у нас никогда нет с этим проблем. Мы вывели какую-нибудь дату и как бы все в порядке. Но когда проект растет, мы сталкиваемся со всякими сложностями. Вот о них как раз я хочу поговорить. Вот о том моменте, когда требование к проекту и масштаб проекта такой большой, что останется очень больно работать с датами. И вообще, что такое время, дата? Ну типа это время или 24 октября 2022 года, или там, например, какой-то период, там был в сети 6 минут назад. Или, например, понедельник 16.05 по Москве. А может это вторник уже 12 ночи по Сиднею. И вот когда мы подходим к датам, мы такие, подождите, что у нас, типа разное время. Как это у меня в Москве, например, понедельник, а все дни вторник. То есть как это получается? Ну что, разное время? Ну и вообще, типа, а что такое, вот сама природа времени? Что такое время? Давайте порам это поговорить. Собственно, это, ну вот время, это такой бесконечный луч. Он куда-то направлен, и мы можем указать какую-то точку на этом луче и сказать, что вот это, это у нас 24 октября 2022 года. 16 часов 17 минут 30 секунд. Киев. Но тогда вопрос, почему тогда? В Москве у нас вторник 16.00, а в Сиднее понедельник 12 ночи. Типа, как это работает? У нас, типа, давайте вот об этом, да, ну вот представим, вот у нас есть земля, да, и есть, например, там 3 ночи где-то, где-то там 9 утра, где-то в это же время 15.00, а где-то вечер и 18.00. Типа, как это работает? То есть, получается, у нас есть как бы разная точка зрения на время. И то есть, двигаясь по земле, у нас меняется точка зрения и изменяется время. Именно поэтому сейчас у нас на 3 часа раньше, например, в Лондоне, допустим. Вот. То есть, получается, эта точка в пространстве неизменяемая, скажем так, да, изменяется только точка зрения на это время. Вот. То есть, время, оно единое, это одно, да. А таймзона, это некоторая его интерпретация, некоторое представление. Нам так удобно. Представляете, как было бы глупо, да? Ты такой, ну вот я, короче, с утра пошел там мыться и ложиться спать. Такой, с утра мыться, ложиться спать, что? Ну, я просто живу на другой части земли. У меня как бы утро, да, ну там 9.00, да, это как бы вечер, когда солнце заходит. Было бы глупо. И как раз мы вот таким образом исправили эту проблему. У нас всегда солнце встает с утра и как бы заходит вечером. Вот. Таким образом мы исправили через таймзона. Вот. Окей. Вроде разобрались. А как мы это время оперируем? Как мы его храним? Как мы его транспортируем? Вот это все. Как бы вот, вот, вот. Это примерно где-то сейчас вот два часа назад. Очень удобная штука, да? Вот. Называется UnixTime. Она не только этим удобна. Потому что у нее еще есть не только эта проблема, но еще она. Первое. Ну, я снял, что от человека вообще не читается, да? Чтобы такое в момент дебага попытаться как-то обработать глазами, мозгом, я не представляю, каким нужно быть там математиком, чтобы вот это все посчитать. Первое. Минус чтение, минус анализ, минус дебаггинг. С этим не можно работать. И второе. Оно всегда в нулевой таймзоне. Ну, то есть типа в целом, если я там сейчас посчитаю там количество там часов, минут и так далее, у меня получится время еще и по Лондону. Ну, по ГМТ. Да? По Гридовичу. А потом я еще должен буду наложить свои плюс три часа, и тогда получится у меня Москва. То есть очень сложно с этим работать. Дальше. Почему-то внезапно так получилось, что когда это время придумали, они такие, ну мы будем хранить количество секунд с 1 января 1970 года. Такие, а что делают люди 31 декабря 1969 года? То есть мы не можем хранить эту дату. Дата раньше. Ну и даты позже, на самом деле, 2038 года мы тоже хранить не можем, потому что там у нас заканчивается 32-битная разрядность числа, в котором хранятся это количество секунд. Вот. Не очень удобный вообще в целом формат. Вот. Ну и она стрёмная. Ну что это такое, какие-то циферки, да? Мне нравятся. Вот. Но, слава богу, есть такая организация. Я не скажу, как она переводится. И что они делают? Они пытаются делать международные стандарты. Стандарты вообще всего. Есть стандарт под номером 8601, который описывает время. Там как-то, если почитать, чем они там занимаются со временем, говорят, что делают… Как это звучало там у них? Что-то типа международный, типа однако воспринимаемый стандарт для хранения, который подходит вот подо всё. В общем, короче, вот тот самый стандарт, который всё устраивает. Давайте посмотрим, как он выглядит. Мы перестали работать так, мы теперь работаем всё время вот так. Как бы вроде тоже строка и тоже же стрёмная, да? Но давайте посмотрим, что в ней содержится. В ней содержится, то есть первая часть – это дата, вторая часть, естественно, это время. Для тех, кто хочет более точно понимать время, есть миллисекунды. И есть самая важная вещь нашего сегодняшнего разговора – это таймзона. И то есть что получается? Мы сейчас видим время 17.28 в нулевой таймзоне. И какие преимущества этот стандарт имеет? Первое. Он легко читаемым человеком, да? Такое очень легко как бы воспринимать, очень легко. Что на самом деле очень важно, да? Особенно для нас, разработчиков. Второе. Тут можно указать в локальной таймзоне, да? Это время. Что я имею в виду? То есть если я здесь, вот здесь вот напишу плюс 3, это будет означать, что в плюс 3, то есть в Москве у меня 17.28. То есть оно понятное. Мне не придется, работая, например, из Владивостока каждый раз в уме считать, как там у них там в Лондоне. Вот. Далее. Оно подается сравнению как строки для сортировки. Сейчас попытаюсь это сформулировать. То есть что имеется в виду? Поскольку этот стандарт выглядит следующим образом. Там от большего числа к меньшему. Типа сначала год, потом месяц, день, час, минута, секунда, миллисекунды. В случае, если у нас в одной таймзоне находятся сравнимые даты, то я их могу просто сравнить, что больше, что меньше. Это будет работать. Это очень прикольно. Мне не нужна отдельная партия для того, чтобы сравнить. Я могу сравнить так же, как и секунды. Потому что это, наверное, будет первый аргумент, который противник время в строке скажет, подожди, ну, Unix Time зоны, Unix Time. Мне так было удобно. Я мог просто взять, сделать сорты, у меня все работает. Здесь тоже работают. И он имеет тех самых жестких ограничений, которые имеет Unix Time. То есть он поддерживает и время до нашей эры. То есть если я просто сделаю там, у меня был 2022 год, я напишу минус 2022. Это значит 2023 года от Рождества Христова туда куда-нибудь, вот к динозаврам, короче. То есть мы можем эти даты использовать. И нет такой большой проблемы. Что крайне приятно. Ну и он везде поддерживается. То есть языки там, то есть везде, где мы работаем с датами, там не будет проблем его распарсить. То есть нам нужно будет отдельный парсер подписать. Вот. Окей, хорошо. В целом вроде понятно. Мы поняли, что примерно там существуют таймзоны, как оно все работает в точке зрения. И вроде пока не очень понятно, как работают все эти переводы. Ну окей. А вот что уже с использованием? Типа что в джава скрипте? Ну там грустноватенько. Сейчас попробуем разобраться. Попытаюсь помедленней, чтобы было понятно. Вот я взял ту самую дату. Нас интересуют здесь только часы и таймзоны. Следить за ловкостью рук. Ну и потом возможно дата, но я отдельно обращу на это внимание. Мы взяли и говорим, давай сделаем новый объект даты. Нормально. Все норм. Таймзоны? Да. Эти часы и минуты? Ну тоже да. Ладно. Окей. А что если я поставлю вот так? Ну типа по ГМТ, да? По нулевой таймзоне? Давай посмотрим. Оп. Так. Смотри. Создавал с нулевой таймзоной, получил с третьей таймзоной. Ну московской таймзоной. Вроде норм. Так. Но оно поменялось? Смотри. А, нет, смотри. Не поменялось. Потому что когда в Лондоне три ночи, у нас шесть утра. Ну такие, вроде. Ну окей. Вроде норм. Ну а почему оно так себя ведет, да? Ну а потому что оно приводится к московской таймзоне. Такие, ок. Вроде понятно. То есть я взял дату, которая была аннотирована московской таймзоной, получил ровно такую же в московской. Взял дату аннотированную в Лондоне. Он меня автоматом конвертнул в московскую. Вроде все справедливо. Время не потерял, все справедливо. Хорошо. Ну а как конкретно работает вот эта математика конверсия? Давайте немножко о ней поговорим. Когда я первый раз столкнулся с таймзонами, мне потребовалось реально две недели, чтобы просто вкурить. Такой, а вот что это, да? И вот хочется попробовать это сделать для вас специально быстрее, чтобы в это время для себя сэкономили. Наша земля округлая. И вот, в общем, есть вот эта нулевая таймзона, которая называется GMT, UTC и так далее. И есть таймзона, в которой мы сейчас находимся. Плюс три по Москве. Дальше мы берем какое-то время, да? Вот там 3 часа 28 минут в таймзоне 03. То есть получается таймзона указывает, что это время 0.38 по Москве. То есть и мы в Москве. Ну вроде все норм. Собственно, мы просто берем это время 3.28, вставляем его, ничего не меняем. Ну типа, круто. Такие, окей, а вот когда мы вставили туда таймзону полону, то что произошло? Мы такие смотрим, вот у нас время 3 часа 28 минут. Но по Лондону получается, что вот там, а мы вот тут. Такие, хорошо, вот она разница, да? С которой мы должны поработать. И эта разница, она в 3 часа. Соответственно, мы берем 3.28 в 0.00, берем 3 часа, добавляем их к времени. И теперь это время у меня стало по Москве. Ну потому что я добавил эту разницу, да? Вот. Получили время, типа, конвертировали, да? Хорошо. Окей, а что если я вот так сделаю? Что если я бахну, да, плюс 9? К 3.28, да? Ну в таймзоне плюс 9. Плюс 9, по-моему, Шанхай. Если что, можете проверить, я не уверен. По-моему, Шанхай? Ну с Китаем работаем. Ба, а что 27.28? Как 0.3 превратилось в 21, если там 9? Ничего не понятно. Я же не делал плюс 18. Странно. Потом такой, а-а-а, это было в 14 веке. Это 14-й день, да, октября. А это 13-й. Хорошо. Опять же, математика, да? Да? Да. Окей. Вот она моя математика. Тут я стрелочку красную не удалил. Не обращайте внимания. Она просто тут так получилась. У меня есть дата. 0.3.28 по 0.9. Это где-то вон там. Это где-то там у нас в Шанхай. Ну тут не очень, как сказать, это не один к одному реально земля, да, поэтому здесь проблема. Но оно вон там где-то, да, вот далеко. В плюс 9. Хорошо. Там сейчас 0.3.28. Собственно, разница у нас, там было плюс 9, а у нас плюс, ну, 3. То есть тут разница 6 часов. А если быть точно, минус 6. И то есть, чтобы вот это время превратить в московское, я должен вычесть оттуда 6 часов. То есть так, 0.3.28 в... Почему в 0.00? Неважно. Короче, из 3.28 я вычитаю 6. О! 27.28. И теперь это в 23.28 стало в моей тайм-зоне. То есть, когда там было уже 14 число, да, и 3 утра, до меня еще 14 число не дошло. Я еще в 13-м живу, но вечером. И через 6 часов, собственно, да, ко мне оно придет. Поэтому такое число. Вот. Ну и вот мы получили те самые 27.28, но 13 октября. И это 13 октября мы держим как бы минус 1 день в уме, потому что мы как бы из 3 вычли 6, получили минус 3. А по суткам это 21. Вот такая вот штука. И вот такие вот у нас тайм-зоны, да. И вот эта математика, она как раз вот, она вроде такая очевидная, что ну да, у меня есть точка, у меня просто точка зрения на, ну, есть точка зрения на эту точку. И мы просто как бы двигаясь по, вокруг даты времени, мы по-разному смотрим, применяем вот этот вот offset. Но почему так получается, что пока ты сам во все это ковыряешь, оно тебе приходит только уже там на второй неделе в голову и ложится в нее, да. И вот ты такой, а, ну вот. Типа стало понятно, какие они. Вот. Окей. Мы разобрались только как бы в базе, с которой мы, собственно, на самом деле-то я и хочу поговорить, да. А теперь как бы сама проблема. Всю дорогу я у себя в консоли, когда это все исполнял, у меня все это приводилось к Москве. А мы, например, представим, допустим, мы делаем сайт аэропорта, да, реальная история, да. Только дело московского, Шереметьево, да, ну, представим, что у нас аэропорт в Шанхае, да. И как бы, ну, там время другое. Я не хочу, например, пользоваться вот этим временем, да, по Москве. Я хочу, чтобы у меня на сайте, например, всегда был сайт, время всегда был на сайте по Шанхаю. Потому что мне не важно, во сколько самолет улетает по Москве, мне не важно, во сколько он улетает по Шанхаю. потому что это то самовременное табло, которое я ожидаю увидеть. Сатист должен датами оперировать, которые находятся в шанхайской таймзоне. А он привел к московской, такой, так, окей, можно ли этим манипулировать? И когда я говорю у даты типа таймзо, типа подскажи мне, какие есть методы по работе с таймзонами, там есть только get timezone offset. Ну ладно, давай попробуем его исполнить. Минус 180 минут, типа 3 часа, окей, нормас. Ладно, типа у меня дата на 3 часа старше в Москве от GMT. Соответственно, я должен вычесть 180 этих, как они, минут. Окей, понятно. А давай попробуем set timezone offset сделать. Ну что, мы выставим просто timezone offset, выставим шанхайский. Ну и будем работать по Шанхае. У меня будет все приедет к Шанхае, мне будет комфортно, удобно и так далее. Мне не нужно будет делать математику таймзон, заменять, сделать браузер. Вроде очевидное. Я пытаюсь это сделать, он говорит, слушай, нет такого метода. И вообще, если посмотреть, то вообще нет метода, нету способа вообще. И вообще получается, что ты смотреть можешь, трогать не можешь. Ты знаешь, в какой таймзоне мы запущены, но ты ничего с этим сделать не можешь. Ну это сразу вопрос, окей. А, ну да, вот. И получается вот этот график, в котором мы такие, хоп, и мы заложены на таймзону, в которой мы запущены. И как бы все. Ну и сразу такой вопрос. Ладно, допустим, вы такое сделали. А кто это решил? Может их на это, по-моему, влиять. Это решает либо браузер, либо надо. Решает runtime, в какой таймзоне он находится. Ну, естественно, ассоциируя себя с операционной системой, он будет по умолчанию брать операционную систему, если мы отдельно там какими-то флагами скажем в какой таймзоне. Но мы как бы не очень хотим с флагами запускать браузер. У клиента нет такой возможности. С нодой там, ну, с нодой можно, потому что мы ее обычно управляем, но все же как бы это как будто неправильно. Ну вот. Вы такие, ну окей. Если мы не можем таймзону выставить в дейт, то хотя бы, может быть, мы можем ее привести к таймзоне? Да, можно, но, да, там тоже как бы не все красиво. Есть вот такой метод. ToLocalString, который говорит как бы локаль, что я хочу в русском это получать. Сюда можно поставить там йен, китайский, что угодно. И говорю таймзону, в которой показать. Вот, конечно, шанхайский аэропорт же строим, да. Это вот я уже все проговорил, да, я просто сам свою презентацию плохо помню. И мы получаем строку. Ну, вроде норм. Действительно, отформатировало, да, там было 13, стало 18. Отформатировало, но это строка, да, то есть это не дата. А у меня как бы же объект даты сделан, чтобы работать с датами. Я хочу работать с датами, но по Шанхаю. И как бы не получается. Я могу только конечно привести это, да. Вот. И вообще получается, что я не особо-то могу работать со временем в разных таймзонах, например. Вот, допустим, вот так получилось, да, что вот я хочу работать с… У меня есть время по Шанхаю, у меня время по Москве и время, например, потому что сам Лондон, да. Я хочу их между собой сравнить вот просто, да. И у меня так не получится, да. И что я не могу делать, да. Первое. Оказывается, я не могу сменить таймзон на глобальном уровне, а было бы как просто. Загружать сайт, мы им говорим, ты в Шанхай. Он говорит, я в Шанхай. И все, и спокойно работаешь. Так ты не можешь сделать. Второе. Ты не можешь работать со временем в чужой таймзоне, да. То есть, например, представим ситуацию, что у меня есть какой-нибудь там, я не знаю, физический сервис. Он находится где-нибудь там… Я не могу придумать какую страну, что-нибудь подскажите, не знаю. Он находится где-нибудь в Папуан-Ново-Гвинея, во. И там, например, в 9… И там, не знаю, например, там у меня сидят клиенты, которые хотят редактировать время работы и их продобрения, да. И вот я не могу сделать, как бы, календарик, чтобы я у себя выбирал в 9 утра, но по новогвинейскому времени там, да. То есть, у меня оно будет… Короче, это все запутало. Я вас, я сам запутался. Повем дальше. Вот. Дальше. И мне еще что, мне неудобно. Мне неудобно создавать дату-время. Потому что, на самом деле, самая пишка не очень удобная, да. Вы видели, как работает изначальный дейт. Ты передаешь отдельно кучу цифр аргументами, и потом получаешь дату. Вот. Второе. Мне вычитать часы, минуты и секунды неудобно. То есть, у меня нет никакого API у объекта дейт самого по себе, да, который позволил бы мне сказать, слушай, а можешь, пожалуйста, дать мне последние, не знаю, там, секунды, конец часа, начало, там, дня. Вот такие вот вещи, да. Или, там, добавь плюс 3 часа. Нет такого. Вот. Также у меня вообще нет никакой возможности работать с периодами. Будем взять две даты, посчитать разницу, сказать. Там, пальзак был, там, 27 минут назад, там, в сети. Не могу такого сделать. Я буду это писать отдельно. Ну, и вообще получается, что вот API дейт, объекта дейта, он очень примитивная. И не сильно удобная, не шибко удобная. Вот. А что мы с такими API делаем? Правильно. Мы берем вспомогательные библиотеки. Потому что не хочу я с этим работать, да. Вот. И сразу же все скажут, ну, возьми date.fns, она новая, модная, классная. Мы так тоже подумали на проекте. Вот. И сейчас расскажу, почему нам она не понравилась. Вот. И почему тут вообще очень много про таймзоны, да. Но прежде, вообще, за что хвалит date.fns? Ну, первое, она не момент. Второе, она вытрясаемая. Ну, типа, мы там просто чистые функции, мы их у себя, короче, импортируем. Что не импортируем, вытрясается. Справедливо. Она функциональная, да. Вот у нас так получилось, что у нас в объектно ориентированном мире браузера, да, очень модно и принято писать как бы в функциональном стиле. И в целом любые функциональные инструменты у нас вызывают дополнительное доверие, да. Потому что большая часть пишет в функциональном стиле. Вот. Дальше. Она там всякие разговоры, что новая, модная, правильная. Обычно это всегда в противоставлении к моменту, да, говорится. Вот. И еще она и мутабельная, и чистая. Вот так вот. И отдельно они еще тоже себя на сайте прямо декларируют, как мы используем нативный дейт. Типа мы не придумываем никаких вокруг него штук, мы используем нативный дейт. И вроде как должно быть нам удобно. Мы такие, хорошо, давай попробуем. Вот. Но, типа, мы попробовали. И такой, подождите, 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 подождите. Они используют нативный дейт. И они у себя в официальной прям дольке, не какими-то внешними плагинами, которые вообще они там не с ними, они обещают поддержку timezone. Интересно. А еще они говорят, что они умутабельные. То есть, типа, а я не могу редактировать timezone, да, то как тогда через нее получить, например, время, там, ну, там, мы именицированы на время другой страны. И, типа, умеет timezone, как будто это нерешаемая проблема. Давайте посмотрим, как это работает. Я такой, хорошо. Я создаю свою дату. И я говорю, отдай, пожалуйста, конвертни мне ETC to zone time. Типа в Шанхай. Вот. Получаю эти две переменные, логирую их. Я такой, ба-а-а. А что это мне время поменяло? А-а-а-а. Ну, условно говоря, мне бы как должно было быть? Не время должно физически поменяться. Потому что это две разные точки на, ну, на, на вот этом луче, да. А у меня, например, там zone должна поменяться. Или же, ну, как-то еще должно быть. То есть, дизайн неочевидный, типа, да. Она вообще от меня иммутабельность. Я верю ей, да. Я хочу, чтобы он просто время переключил. А он его мутирует. Как-то так. Что это такое за иммутабельность такая вообще непонятная, типа. Вот. И если там есть вот прекрасный способ объяснить любую глупость с серьезным лицом, да. Это, наверное, Сайкер Гейлера. Вот. Это они. Вот. То есть вот у нас есть date и мутабельность, и timezone. И что получается? Если у нас есть date и timezone, ну, это хаос, да. Потому что ты никогда не можешь доверять этому данным, потому что они у тебя мутируют, да. Дальше. Если мы говорим о том, что нет timezone, что это date и мутабельность, и мы их выдержим, то у нас нет timezone. Потому что мы не можем им пользоваться. Ну, либо, если у нас есть мутабельность и timezone, то мы должны обязательно сделать кому-нибудь свою абстракцию поверх, да. То есть мы не можем, например, декларировать, что мы так чисто объектом date пользуемся. Потому что это противоречит. Ну, а где-то в центре это вообще невозможно. Так вот. Что же с этим всем, собственно, делать? Мы можем выбрать только свою абстракцию. Посему. Давайте рассмотрим на примере Luxone. Типа, ну, абстракция. Это, дайте я чуть-чуть сначала о Luxone, просто в двух словах. Вот. Был момент, всех все устраивало, потом он перестал быть модным, да. Потому что он, типа, превратился в Legacy и устарел, как тот же сам там jQuery. Вот. Но команда-то, она опытная, она же не отчаялась. Они же понимают, что нужно реальным разработчикам. И они, собственно, 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 они сделали Luxone. Вот. Классный, модный, прекрасный. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот. А потом поговорим об его преимуществах. Вот пример, да. У них есть отдельный свой собственный объект date time. Потому что у нас нет date, а date time. Это дата-время, а не просто дата. И там можно создавать прямо из O-строки data, естественно. Из миллисекунд, привет, unit time. Можно из JEST data создавать. Вот. Можно из объекта, если мы хотим просто руками указать, что там год, месяц, день там и так далее. Также есть более редкие убогости, я их называю, да. Это вот RFC 2822, я даже не помню, где оно используется, но вот просто вот держите это, да. И вот из HTTP заголовков, которые вообще прекрасны. Вот. И которые мы всегда с большой болью парсим, когда хотим что-то там где-то посчитать. Вот. Также само получение даты, оно крайне простое, да. Что мы… Вот это мы сейчас создали новый объект даты, date time now. Скажем, сколько сейчас времени, да. Мы можем прийти к строке, получать нам известную, понятную человеку ISA 8601. Также мы можем обращаться конкретно к каким-то свойствам и напрямую их получать. Нам не нужно ничего как-то там считать, парсить и так далее. И есть такие вот прикольные редкие штучки вида, что а в какой зоне это время находится, да. Скажи мне имя, там это Европа, Москва, да. А какое количество дней в году, в месяце. И так далее. И есть еще несколько всяких способов, которые я показывать не буду. Далее. Есть математика. Возьми дату, добавь туда три часа и две минуты. Пожалуйста. Есть, например, ты можешь вычитать. Можешь говорить, а дай мне начало дня этого, да. Это, причем, на самом деле, оказывается очень удобная штука и очень тяжелая для того, чтобы это сделать самостоятельно. Вот. Дай мне конец дня. Дальше. Типа установи конкретные там значения в нужные свойства. Про тайм-зоны. Что самое важное. Мы говорим, помните, была тема from object, куда мы там, типа, год, месяц, день можем вставить, там, минуты, секунды и так далее. И вторым параметром можем сказать, в какой тайм-зоне это надо, собственно, сделать. То есть сам объект держит внутри себя тайм-зону, да. Дальше. Можно отдельно уже существующему объекту выставить тайм-зону. Можно на глобальном уровне сказать, у нас тайм-зона шанхайская. И все наши дейтаймы по дефолту будут шанхайскими. Также. Я тут за таймером не вижу. Есть разные календари. Вот это, смотрите. Я создал дату из объекта и говорю, что она в исламическом календаре. У меня вот конкретная дата в другом календаре. Я не помню, как наш календарь, кстати, называется. Я забыл посмотреть. Григорианский у нас, по-моему. Ну вот. А там и исламик календарь. Либо я могу сказать, что вообще у меня все даты будут в исламическом календаре сразу. А там же вообще совершенно другая модель исчисления, что очень важно. А еще эти календари, ну, поддержит. Вот. Буддистский, китайский. Это я даже не знаю. Эфиопский. Эфиоа. Ну, это что-то другое. Еще один эфиопский. Индийский, исламистский. Ну, японский. Да, кстати, у японцев тут... И посмотрите, как эти все даты по-разному выглядят. Это все тоже поддерживается. Вот. Далее. И локализация. То, что когда мы хотим получить дату на французском... Во-первых, можно понять, в какой локале у нас находится дата. Да, первое. Второе. Мы можем тоже сразу объявить дефолтную локаль. И можем ее еще в рантайме у нас там переопределять, на самом деле. Вот. Есть классический tolakel string, который выводит вот то, что мы там привыкли. Вот. Но с более нормальным форматированием мы можем работать. Потому что я вот, кстати, не проговорил. Да, вот сделал ошибку. Tolakel string, у него очень стремное форматирование. Мы-то привыкли вот к таким вот форматам даты. Да, и мы всегда с ними работаем. А там, знаете как? Типа, количество цифр года. И такой, два либо четыре. Или что-то... Там ужасный API абсолютно... Плохой, да? Вот. Дальше. У нас есть автоопределение тех же самых там локалей и так далее. Ну и почему общий люксон? Вот. Почему я его, собственно, предлагаю брать взамен? То, что он такой же вытрясаемый на самом-то деле, да? Только на уровне как бы объектов. Второе. Он и мутабельный. Потому что, когда мы говорим что-то объекту, он возвращает новый экземпляр с изменением, но не трогает текущий, да? Вот. Соответственно, он имеет... Он имеет однозначное и очень лаконичный API. А это, на самом деле, мега важно в таких штуках. Потому что, когда у тебя есть несколько способов сделать одно и то же, то вся команда делается по-разному. Это вызывает какие-то непонятные страдания, фрустрации, да? Знаете эту историю, типа, как-то раз, я не помню, по-моему, в Walmart сделали исследование. Они поставили стенд, поставили туда три каких-то джема и такие, «О, подходите, пробуйте, покупайте». Прошло, условно говоря, там, не знаю, пятьсот человек мимо, подошло там сто пятьдесят, и там десять процентов из них потом, типа, сделали покупки. Потом они такие, окей, а что, если мы поставили 25 джемов? Народу стало подходить больше, а конечная конверсия с десяти процентов свалилась в одну, потому что человек такой, я все попробовал, оно прикольно, но выбирать я не буду, я отказываюсь от выбора, да? Поэтому очень важно лаконичный API. Вот. И она внезапно оказалась, когда смотреть на размер, потому что ты думаешь, ну, наверное, какая-то большая. Нет, она очень маленькая. Она двадцать килобайт минифицированная в GZIP. Это меньше, чем дает FNS изначально, потому что дает FNS, он минифицированный в GZIP 26 кило. Вот. И самое важное, что если мы говорим о моменте, его за что они любят, он вместе с модулем с таймзонами весит один-два мегабайта полный. Дальше начинаются всякие фокусы, потому что начинаются там… Почему он так много весит? Информация о том, как менялись таймзоны в какие периоды времени, она внезапно весит 800 кило, по-моему, там, или 900 в GZ. Потому что было написано давно, оно не использовало нативный API, который сейчас есть в браузере и так далее. Сейчас у нас браузеры сами содержат эту информацию, и поэтому мы можем пользоваться тем, что у них есть. Для тех, у кого нет, это все полифилится. Вот. И также, ровно по этому же принципу, там работает нативная интернационализация. Поэтому она маленькая, комфортная, но если что-то не работает, то все фаллбечится на уровне обычных фаллбеков к браузерной API. Вот. И очень жаль, что в тот момент, когда… В тот момент, когда мы… Пардон. В тот момент, когда мы стартовали этот проект и взяли Dead FNS, нам никто об этом не рассказал. Потому что мы потратили очень много времени, чтобы это выпилить, создавали багов и так далее. Вот. Вот такая вот, собственно, история. И я закончил чуть раньше, чем нужно. А Сережа вообще с нами? А Сережа не с нами. Сережа, который ведущий, собственно. Ну, значит, мы с вами проведем сессию. А, ты с нами. Спасибо. Зря ты закончил раньше. Сам не хотел. А? Сам не хотел. Да. Ну, пойдем. Наваливайте, давайте вопрос тогда. Так, давай пройдемся сначала по JS-библиотекам Bing. Вопрос номер один. Почему не… Я плохо с этими словами. Не temporal, temporal, что-то там. Temporal API. Оно же еще… Это драфт опишки, которые должны лизать в браузере, если я не ошибаюсь. И он же еще не реализован. Ну, кстати, там достаточно легко будет переехать на Temporal API. Но у них API не похожи друг на друга один в один. И к этому вопрос еще. Как ты считаешь, это вот заменит библиотека для работы со временем или же они будут надстройкой над новым API и будут использоваться для очень специфических задач? Начало еще раз. Вот это вот. Это… ну, Proposal Temporal. То, о чем мы говорили. Слушай, я на это надеюсь. Я на это надеюсь. Мне вообще кажется, что, типа, вот то, как поступили с датой и просто такие… Пусть там что-то будет. И потом ее чуть-чуть как-то лево дорабатывали. Это как будто усилили неправильно. Это как будто бы ошибка. И я очень рассчитываю, что когда Temporal API придет, во всех браузерах будет, мы вообще все повипиливаем. Потому что там как раз все вот эти вот штуки, типа, работать с периодами и так далее, они все есть. Вот. То есть мы всем вот этим занимаемся с библиотеками не от лучшей жизни, на самом деле. А от того, что у нас такой плохой дата-объект. Так. Кто задает вопрос, что под капотом? Уточните, пожалуйста, под капотом чего? Под капотом у этой штуки. У этой штуки? Да. Там немножко их математики и только нативные API, поэтому она так мало весит. Хорошо. Так. Тут есть очень странные вопросы. Тут нам, кстати, советуют, знаешь, что? Ну, видимо, от него вот там очень странный вопрос. Какие советы будут разработчикам Montyka, а то с других регионов сложно следить за расписанием, когда все указано по МСК? Хороший вопрос. Запомним обязательно. Это кандидат на подарок. Я уточнил. Ребята говорят из онлайна, видимо, смотрят из других городов. Да, 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 потому что у нас все написано по Москве. В этом же смысл онлайн. Слушай, вот хорошая мысль. С одной стороны, ты должен спланировать свой день, такой, когда будет в Москве 15, я схожу сюда, потом приезжаешь, и это 18, ну, условно говоря. С другой стороны, вот сейчас как раз на самом деле, надо было бы показывать все в локальной дате. Но это проще всего. Просто если ты передаешь спокойно московскими таймзонами вот в ISO 8601 дату, а потом просто делаешь с нее новый объект date, он у тебя автоматом все конвертит в локальную таймзону. В этом, собственно, и на самом деле смысл, почему он так работает. Скажем так. Кирилл спрашивает, как работать с датами, если время и таймзона не важны в принципе. Например, дата рождения в паспорте. Она у тебя вообще там строкой. Бум. Бум. Так что, да, у тебя там не будет проблем с таймзонами. Ну, как работать? Ты держишь просто строку и все. Да, если ты календари делаешь, чтобы менять дату рождения, опять же, да, или там в обдачной списке, но работаешь как бы отдельно с этими, отдельно с числами, отдельно с, как он называется, с месяцем и с годом. Там просто вообще не будет этой проблемы. Так, бинго библиотек. Что по поводу DGS? Если честно, я его не пробовал. Я… Все понятно. Да, да. Вопрос, не лучше ли работу с датами организовать на бэкэнде? Нет, потому что мы все работаем с датами. Потому что мы фронтендеры. Если мы выбираем буквально день, когда, например, условно сделать платеж. Вот у нас есть задача, например, зайти в какой-нибудь онлайн-банк и сделать платеж и сделай мне через три дня в какой-то таймзоне. Потому что где-то 13-е, где-то уже 14-е и так далее. Ты все равно от этого не избавишься. Это можно пытаться игнорировать, но тогда получишь странные сайт-эффекты. Поэтому лучше, когда у нас может быть между разными таймзонами какой-то функционал, сразу это учесть. Потому что потом просто будете баги вылавливать. Плюс, опять же, у того же самого банка или какой-нибудь еще штуки, например, окажется, что есть операционный регион, в котором тебя обслуживают. И ты живешь во Владивостоке, а обслуживают тебя в Якутске условно. И у тебя есть там понятие операционного дня, и тебе вообще правильно бы все, например, ограничения и так далее показывать по Якутску. В случае, если ты отличаешься от Якутска условного, то тебе говорят, обратите внимание, товарищ бухгалтер, вот вы сейчас заполняете все эти платежные ведомости в таймзоне Якутска, в котором сейчас 16.00, условно говоря, а у вас там 19. Поэтому это просто лежит на поверхности. Это ты к нам приходишь через какое-то время, обнаружишь, что есть другие таймзоны. Кто написал про плоскую землю? Кто-то пишет про плоскую землю? Давай, давай. В iOS появилась тема с шарообразной землей и еще и анимируется. Получается, что Apple противники теории плоской земли? Получается. Я тоже противник теории плоской земли. Хорошо. Там есть еще один вопрос про плоскую землю. Глебушка. Аушки. Землей все понятно. Чтобы вы понимали масштаб вопроса. Что делать с таймзонами на Марсе и вообще времени там? И что делать с релятивистским временем? Кажется, что задача прям не на 100% абстрактная. На Марсе все будет то же самое. Просто будет другая система исчислений. У них там солы. Я это помню. Ты смотрел марсианина? Что-то смотрел. Шанхая там тоже не будет. Там будут и таймзоны, и имен всяких впадин. Шанхая на Марсе точно нет. Насчет релятивизма. А мы его хотим на джаваскрипте считать какие-то вещи, связанные с релятивизмом? Я сейчас не знаю. Мне кажется, это все будет проявляться даже не на миллисекундах. Ну, типа, мы будем делать свою абстракцию, которая будет содержать какие-то очень малые доли секунды и там делать всю математику. Тут пишут, что Марс тоже плоский. Слушай, я его лично вижу плоским. Я не знаю, как вы, но он вот этот круглый блинчик. Если я не вижу, что он круглый, значит он плоский. Да, да, да. Получается, что работа с датами сводится к использованию библиотеки, которая нравится больше. Да, и которая не подсунет тебе капкан, в который ты можешь попасть сам этого не заметив. Потому что вот с Dead FNS как раз, почему я вообще так негативно к нему отношусь, потому что он обещает одно, и ты такой на верочку расслабленный весь им пользуешься, а потом тебе прибегают и говорят, чувак, допустим, что-то пошло совсем не по плану. Ты не можешь понять, что, долго мучаешь, он по таймзонам нас дурит. Так, я просто пытаюсь сейчас среди вот этих вопросов про плоскую землю. Почему бы не работать со всеми датами по GMT, а использователю выводить в читаемом формате? Потому что, если ты сидишь не в GTM, GMT, 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 тебе всегда очень сложно в голове вот это вот так, а два ночи там это сколько? 2.700 у нас или там 6, в какую сторону эти 3 добавить? Зачем мучиться, да? Если мы вообще можем даже сделать такую тему. Представьте вот такую ситуацию, что я не знаю, у тебя для каждого потребителя, у тебя, например, летит в его таймзоне конкретная, например, дата, и ты всегда, когда смотришь, что у тебя пишка присылает, у тебя всегда все красивое. Ну, условно говоря. Это же чисто для удобства. Но тот строчный формат, ты сидишь в Шанхае, читаешь как бы 16.00, и там написано, что это в Шанхае, и тебе не нужно никакой математики делать в голове. Тебе очень удобно это дебажить и работать с этим. Так, почему в Date FNS именно так обрабатываются таймзоны? Как разработчики библиотеки это объясняют? Я не знаю, как они это объясняют, как я себе это объясняю. Они, наверное, просто в момент, когда занимались дизайном, они об этом не подумали. Плюс они же такие, мы же фпшники, мы же хотим просто мутировать данные, и не хотим делать свои абстракции, вот эти объекты. Мы их как бы избегаем, но они их избегали. Такие, давай работать с Date, давай. А потом в какой-то момент, там у них есть два пакета, и они, по-моему, не каноничные. Ну как, их признали, но при этом еще не заходили в свои общие репозитории типа того. Может, уже нет, надо проверить. Может, деблчек, те, кто в онлайне. Что я хотел сказать. И что мне кажется, они просто не думали. А когда они в это вляпались, они такие, не, ну слушай, ну что, перебываться что ли. Вот помните, был доклад во время обеда в главном зале про то, что, типа, очень дорогие ошибки, за которыми идут очень большие изменения. Вот это одна из этих ошибок, я считаю. Потому что тот, кто с задачей проблемы работает с таймзонами, он как только увидит, что Date нельзя мутировать, он скажет, ну все. Нельзя с таймзонами нормально вот так работать, скажет, ну все. Я не буду мутировать людям время. Что будет с линуксом в 2038 году? Посмотрим. Нас и в 2000-м пугали, что что-то произойдет. Так. Какой самый правильный вариант перекидывания дат на back? Ведь если передавать число миллисекунд от Unix, теряется таймзона. Ну, она на самом деле не теряется. Просто у тебя в миллисекундах, в секундах, простите, оно всегда говорится в нулевой таймзоне, сколько прошло секунд. То есть там таймзона не хранится. Но это и так подразумевается. Время же оно единое. У нас у всех, кажется, одна и та же секунда в мире. Просто мы по-другому смотрим на время. Мы добавляем вот этот вот offset. Так что в этом нет проблемы. Я теперь был же первый изначальный вопрос, а как это отправлять? Я бы отправлял бы вот этим ISO 8601. Потому что я хочу, чтобы мои тестировщики, которые будут на это смотреть, даже не плакали и не кололись вот об эти большие числа. Чтобы они могли посмотреть, а что же мы отправляем. И не заниматься лишней математикой. Так, например, в редакции рекомендуется хранить сериализ… Тьфу ты, я уже не могу под вечер. Да, сериализованную. Да, спасибо. Данные Unix метка подходит под это требование, но как быть с люксоном? Постоянно конвертировать? Это хороший тоже вопрос. Но суть-то в чем, данные-то у меня это просто строка приходит с бэкэнда и с 8601. А в момент, когда я привожу, я просто пользуюсь типо люксоном условным. То есть если это ангуляр, то он становится у меня каким-то пайпом, например, и все, и внутри там вся магия происходит условно. В view там тоже самое, там фильтры, вряд ли не знаю что. Просто на уровне представления мы уже с этим работаем. В данных не надо с этим работать. Для этого у нас есть, собственно, хранение и транспортировка в строке 8601. Есть ли смысл, если все по одному региону выдумывать свое хранение дат? Типа дату строкой хранить и самому с ней работать, если исключить возможность втащить либо? Ну, про архитектур там ровно то же самое. Да, тоже сегодня на докладе было сказано следующее, что типа нужно делать самым простым путем, который будет максимально просто обслуживать, и у тебя будет максимальная производительность. Ну, как разработчика. Это можно не втаскивать. Тут скорее вопрос в том, что не втащить бы что-нибудь неправильное, а потом с этим жестко не обломаться. Почему столько заморочек с таймзонами для сервера, где запущено приложение? Можно ведь просто установить время по гринвичу и добавлять нужную разницу для конкретного часового пояса? Мне кажется, просто неправильным это делать на сервере. Да? Все-таки у нас есть клиент. Допустим, на клиенте. Так мы так и обрабатываем на клиенте. И можешь еще раз, пожалуйста, прочитать вопрос? Почему столько заморочек с таймзонами для сервера, где запущено приложение? Можно ведь просто установить время по гринвичу и добавлять нужную разницу для конкретного часового пояса? Так нет разницы. Ну, типа, если мы храним вот в этом 8601, то, короче, все в том, что, не знаю, если тут сказано, почему нам все не форматировать по таймзону клиент на сервере, ну, типа, зачем, если мы все перетаскиваем на клиента, да, и, собственно, представление данных и так далее. Но это немножко противоречиво. Давайте все там форматировать. Вот. Какая-то задача сервера, задача клиента, да? Вот. Не знаю, просто как-то, меня сам вопрос чуть-чуть смутил, поэтому я не понимаю, как на его... Тут кто-то задает вопрос с кодом, я его читать не буду. Давай сюда его. Не-не-не. Не? Ну ладно. Так, как хранить даты на беке, если время не нужно? Да, время не нужно, но у тебя дата, дата рождения, тебя время не интересует. Из-за таймзона могут быть проблемы. 12 часов прибавлять? Нет, я бы вообще... Ну, например, его можно хранить, условно говоря, строкой. Если в базе данных, то там есть специальные типы, которые без времени, да, и в них это все хранится, типа. Тут важно, что, например, то же самое время рождения – это документ. Это не время, дата рождения. Это свойство документа. И нам не важно, какая была таймзона у кого где как, я родился в 13 или в 14, в Шанхае или на Филиппинах, важно только одно – что в паспорте написано, да? То есть по факту это даже не дата, это строка. Ее можно хранить как строку. Вот. Как убедить команду идти от нативной даты использовать Luxon? Ну, не мытьем, так катанем. Через ценности. Что, типа, если… Тут просто такая штука, что если ты не сможешь продать эту идею, ну, значит, это плохая идея, а если там много ценностей пользы для команды, значит, ты легко ее продашь. Ты просто как бы рационализуешь, покажешь, смотрите, вот такая штука, смотрите, ля, как удобно. Все такие, да… Вообще, это очень удобно. Давай срочно втащим. Ну, на впадло переписывать, давай ты перепишешь. А ты такой, ну, типа, инициатива, что делать? Ну, правильное дело. Пошел переписал. Ну, только так, мне кажется. Последний вопрос. Я надеюсь, что тот, кто писал ТЗ, имел в виду таймзону, а не техническое задание. Хардкодить таймзону в приложении, чтобы мониторить производство с других таймзон правильно? И как быть, если производство расширяется на другие таймзоны, каждый проект фиксить? Что? Может быть, все-таки ТЗ было, я не знаю. Таймзоны в приложении, чтобы мониторить производство с других таймзон. Поздравляю, вы сломали Глеба. Использование производства расширяется на другие таймзоны, каждый проект. Да. Да. Если у вас есть возможность, перефразируйте, потому что я не понял, вот честно. Я прям совсем не понял. Господи, нет, я не буду это читать. Итак, вопросы про плоскую землю кончились, я так понимаю, тебе нужно выбрать лучший. Помнишь, я один вопрос отметил? Нет. С тобой приятно иметь дело, Серег. Я помню, что ты отметил несколько вопросов. Нет, я отметил один, он был третьим, по-моему, по счету. Я прям слышал, что вот это кандидат на… Я не слышал такого. Там первый вопрос был про… Так, дальше. Второй был про… Почему ты в баню больше не приглашаешь, но его не было? Как работать с датами, если время не важны? Например, день рождения в паспорте. Он был третьим. А еще там был вопрос про советы организаторам. Что? Нам. Нам был совет, что мы… Да, нам совет, что нам бы самим неплохо дать тайм-зоны для тех, кто в другом регионе. На онлайн-трансляции. Вот-вот-вот-вот, оно. Оно, да? Да. Отлично. Супер. А здесь есть… А, ну, подождите, чей вопрос? Про онлайн-трансляции был вопрос, чувак, конечно нет здесь в зале. Но здесь написано вопрос не через бота, типа, что это с сайта, а здесь. Короче, если здесь нету, значит в онлайном уходит подарок. Сорян. Видимо, здесь нету. Значит, все. Давайте скажем Глебу спасибо. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok